друзья всех приветствую меня зовут трудов сергей я руковожу обучением в колбе а также веду для вас этот youtube канал в данном ролике мы с вами сварим вот этот вот зерновой набор мартовская обзор на которой мы недавно делали мы будем варить его на пивоварнях мельница базис будем использовать для нагревания плиту айплет алиса с термощупом как раз таки будем испытывать сочетание этих двух так сказать гаджетов как пивоварня хмельница базис и плита айплет алиса и будем варить вот такой вот зерновой набор мартовская напоминаю друзья что в мае 2022 года у нас проходят акции как для покупателей плиток айплет алиса и алина среди которых мы разыгрываем наборы самогонщиков а также при покупке хмельницы базис вы получаете вот такой вот зерновой набор в подарок плюс лопатку-мешалку для того чтобы на первое время пока у вас не будет миксера мешать свое солодовое сусло но давайте друзья не будем терять времени переходим на кухню и начинаем варить наше мартовское пиво друзья всех приветствую на нашей кухне подготовили пивоварню хмельница базис поставили ее на плиту индукционную айплет алиса с термо щупом термо щуп мы уже подключили он у нас здесь стоит в пазах будем сегодня варить без миксера будем варить на плите с миксером я делал на плите теперь сделаем без миксера на плите но с термо щупом попробуем теперь так смотрите какие наши действия будут вот инструкция перед вами про это все я уже рассказывал что входит в комплект нашего пива а-ля мартовская но теперь по последовательности действий 20 литров воды мы подготовили нагреваем до значение первой паузы первая пауза у нас 63 40 минут потом будет 72 20 минут и 78 10 минут так ну получается мы подогреваем нашу воду до 63 выносим солод можно подогреть воду чуть чуть повыше как сразу написано но мы с вами имеем оборудование которое умеет поддерживать температуру и достигать ее поэтому мы на 63 внесем наш солод потом плитка дальше догреется до 63 и будем удерживать такую температуру 40 минут потом поставим 72 потом поставим 78 естественно все это время пока солод подогревается пока мы делаем какие-то паузы время от времени нужно перемешивать так как мы не используем в этой варке с вами мешалку нашего от пивоварной хмельницы мы возьмем нашу обычную стандартную лопатку мешалку такую можно найти практически у каждого на кухню ну или хотя бы какой-то аналог будет присутствовать на вашей кухне такой лопатки мешалки напоминаю друзья что этот набор аля мартовская можно получить при покупке хмельницы базис до конца мая 2022 года вы получаете набор аля мартовская как раз который мы сейчас с вами готовим и вот такую вот лопатку то есть все для первой нашей варки друзья а помимо этого еще и до конца мая покупая плитку алиса или алина в магазине колба вы становитесь участником розыгрыша набора самогонщика который пройдет на нашем youtube канале немного отвлеклись теперь давайте вернемся к нашим действиям нам нужно включить нашу плитку поставить ее в режим температуры и задать температуру 63 включаем плитку по умолчанию она включается в режим мощности но мы переходим в режим температуры при нажатии на кнопку темп слева показывается реальная температура а справа та температура которой мы и стремимся здесь у нас должно быть 63 63 выставили термощуп погружаем воду и работаем в режиме по температуре сейчас мы нагреваем до 63 когда мы нагреем я к вам вернусь так посмотрите мы до грели до 63 64 по нашей плите термометр показывает 62 и 8 практически идентичные значения какой-то из них немножко врет явно ну начинаем вносить солод так как миксера у нас нет будем вносить солод порционно с помощью чашечки вносить порцию и сразу же перемешивать сразу запах на кухне появился солодовый и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, внесли наш солод. Первая температурная пауза у нас на 63-40 минут. Ну, на всякий случай засечем в 45, потому что внесли солод, а значит температура у нас изменилась. Еще немного перемешаем и будем периодически помешивать. Крышкой закрывать я не буду, потому что плитка поддерживает температуру. Но если ваша плитка не поддерживает температуру, закрываем крышкой, укутываем в одеяло для того, чтобы не было теплопотерь. Догреваем где-то до 65, все закрываем и ждем час для того, чтобы полностью прошла первая температурная пауза. Еще немного перемешиваю и начинаем просто ждать. Дальше перемешивать буду примерно раз в 5 минут. Ждем 45 минут и потом я к вам вернусь. Друзья, прошла наша первая температурная пауза. На всякий случай мы выдерживали не 40 минут, а мы выдерживали 45 минут. Следующая температурная пауза будет на 72-20 минут. Включаем нагрев до следующей температуры. Для этого прибавляем на плитке. Выставляем 72, перемешиваем. Также продолжаем перемешивать раз в 5-10 минут. Чувствую, что ничего там у нас не пригорело. Все хорошо промешивается. Сусло становится более жидким. Это очень хорошо. Значит, наше осахаривание уже отлично работает. Теперь 72 градуса и 20 минут. Обращаю ваше внимание, друзья. Наш щуп я засунул под металлический каркас от хмельницы BASIS. Для того, чтобы не задевать его во время перемешивания. Достаточно удобно. Если мы работаем с миксером, у вас есть возможность докупить, например, какой-нибудь щуп. Тут стандартная вилка используется. И поместить его на место вот этого вот термометра. Самого обычного. И работать также с миксером. Миксер работает от сети. Это я уже показывал в видео. И оставлю ссылку на всякий случай. В правом верхнем углу будет подсказка на это видео. Как работать с миксером, но без щупа. А можно работать и с миксером, и со щупом вместе. Так что у вас есть возможность либо приобретать хмельницу BASIS, либо хмельницу, либо хмельницу BASIS потом докупать плиту iPlet Alisa, либо плиту от хмельницы. То есть вариативность достаточно большая. Практически универсальная кастрюля, универсальный сусловарочный котел. Ну что, наша задача сейчас нагреть до 72 и подождать 20 минут. Время от времени мы перемешиваем. Как только я закончил все эти процедуры, как только у нас нагреется и удержится эта температура, я вернусь и мы продолжим. Так, друзья, вторая температурная пауза у нас уже закончена. Давайте перемешаем. Сусла уже совсем жидкая. Теперь пришло время сделать третью температурную паузу. Вот, посмотрите. Так, она у нас на 78 и 10 минут. Это mash-out для того, чтобы дезактивировать наши ферменты. Я уже поставил подогревать промывочную воду. 14 литров нам необходимо. Температурой 78-80. Для того, чтобы в дальнейшем произвести фильтрацию вместе с промывочной водой. Так что сейчас устанавливаем температуру 78, догреваем до нее и ждем 10 минут. Если бы я использовал миксер, конечно же, мешать бы не пришлось. Крышка была бы закрыта, все под миксером, и все бы само автоматически перемешивалось. Нам бы всего лишь нужно было контролировать, что все работает отлично. Ну, а пока миксера нет, можно обойтись и лопаткой. Теперь пришло время приступить к нашей фильтрации. Сусло у нас уже здесь, уже после mash-out. Здесь у нас промывочная вода. Мы подогрели в автоклаве. Фильтровать будем в емкость от самогонного аппарата или в любую другую удобную емкость, какая вам больше понравится. Первую партию этого фильтрата, которая будет без фильтрующего слоя, то есть будет мутная. Мы соберем в эту кастрюльку. Потихоньку будем открывать кран. В прошлом видео я пытался открыть его резко. Некоторые комментаторы писали, что нужно открывать потихонечку. Но и так, и так бывает разная скорость фильтрации. Не знаю, от чего это зависит. Но сейчас давайте попробуем медленно открыть. Собираем сначала эту муть всю. Потом мы просто выльем ее обратно в нашу пивоварню. Потихоньку открываем. Формируем потихоньку наш фильтрующий слой. Фильтрующий слой сформировался. Теперь кастрюльку можно вытаскивать. Вот эту всю муть мы сливаем обратно в пивоварню. Вот таким вот образом фильтруем. Не даем оголиться нашей дробине. Начинаем вливать промывочную воду потихоньку. Но только тогда, когда начинает оголяться дробина. Сейчас пока не нужно этого делать. И вот таким образом происходит вся наша фильтрация. Теперь нам остается всего лишь набраться терпения и подождать, пока она закончится. А пока можно заняться своими делами. Главное следить, чтобы дробина не оголялась. И пока можно, например, продезинфицировать бродильную емкость, в которой будет бродить наш пивко. Пока отключаюсь, друзья, до конца фильтрации. Смотрите, друзья, фильтрация у нас закончилась. Вот такая вот дробина. Здесь у нас сусло. Теперь наша задача его просто прокипятить. Обычно, когда я подключал хмельницу к плите от хмельницы, я доставал отсюда всю дробину и переливал обратно в эту кастрюлю. Теперь, сейчас это не обязательно. Достаточно будет любой кастрюли. Если у вас нет кастрюли для того, чтобы использовать ее как промежуточную емкость, можно, как я уже сказал, перелить обратно сюда. Но мы возьмем наше сусло и просто поставим его на плиту. Мы переходим к финальной части нашей варки пива. Это у нас кипячение. Кипячение у нас 60 минут. Внесение ингредиентов. Два хмеля у нас, две упаковки. За 60 минут до конца кипячения. То есть, как только будет 100 градусов. И за 30 минут до конца кипячения. Начинаем кипятить. Больше мы не стали подключать наш термометр. Он нам ни к чему. Температура кипения 100. Больше мы, в принципе, не сможем получить. Мы будем работать по мощности. Поэтому запускаем нашу плитку. В режим по мощности. Сначала ставим максимум, но ближе к закипанию, конечно же, убавим. Будем кипятить примерно на 2 киловаттах. А по температуре сможем сориентироваться и по этому термометру. Смотрите, пиво явно кипит. Прежде чем вносить хмель, необходимо снять пенку. Что-то я уже снял. Что-то еще осталось. И теперь первое внесение. За 60 минут до конца варки. Можно считать, что варка у нас уже началась. Вносим хмель Magnum. 10 граммов. Вот в таких вот пакетиках он. Завакуумирован. Вносим первый хмель. Теперь засекаем ровно час. За 30 минут мы вносим второй хмель. За 20 минут до конца мы вносим чиллер. Для того, чтобы он мог дезинфицироваться. Прошло 30 минут, друзья. Вносим вторую партию хмеля. Второй хмель это у нас жатецкий. В такой же вакуумной упаковочке. Пожалуйста, вот он так выглядит. Опять же, его 10 грамм. Чешский хмель. Вносим, друзья. Через 10 минут вернусь для того, чтобы установить чиллер. 20 минут до конца варки, друзья. Погружаем наш чиллер. Мы его уже подключили, но воду пока не запускаем. Наверное, я лучше его подвешу. Сейчас не очень удобно это снимать было. Но на всякий случай скажу, старайтесь не подвешивать чиллер. Я не планировал на самом деле его подвешивать. За вот эту вот прокладочку. Потому что от этого она может испортиться. Ну все. Ждем еще 20 минут. И включаем воду и выключаем нагрев. Прошел ровно час нашей варки. Самое время выключить нагрев. Варка по сути закончена. Нагрев выключили. И сразу начинаем остужать с помощью чиллера. Включаем воду. Вода пошла в чиллер. На выходе вода горячая. Хорошо. Иначе быть и не может. И отслеживаем температуру по термометру. Как только на термометре будет 30, можно смело сливать наше уже охлажденное сусло в бродильную емкость и вносить дрожжи. Так, охлаждение закончено. 29,9 наш термометр показывает. Заняло ровно 30 минут. Минуты в минуту. Я думаю, неплохой результат. Ну как минимум приемлемый. Выключаем воду. И начинаем переливать наше сусло в бродильную емкость. Бродильную емкость мы продезинфицировали средством Старсан. Тут же у меня кран в ней врезан. С насадкой дрожжевого ловителя. Вот так вот, чтобы всякий лишний осадок не попадал к нам в бутылочке. Вот так вот я его пока поверну, пока он на брожении. Сейчас ставим на стул наш сусловарочный котел, по сути, сейчас. И начинаем сливать. Затем добавляем дрожжи. Сусло уже готово к брожению. По плотности, друзья, у нас тут 12. По инструкции должно быть 12,8. Немного меньше, чем ожидали. Так, а объем? 22 литра объем сусла. Все верно. Тут четко в инструкцию попали. Думаю, что если бы мы использовали мешалку от хмельницы, то плотность явно была бы больше начальная. Но да ладно, ничего страшного. Небольшие потери. На выходе будет чуть меньше процент содержания спирта. Вносим дрожжи и закрываем под гидрозатвор. Дрожжи я в этот раз не стал разбраживать. Просто внесу их. Я уже так делал раньше, ничего страшного не будет. Дрожжи Сафель С-33. Вносим, рассыпаем по поверхности. И давайте перемешаем. Красивый цвет очень получился. Я думаю, пиво получится вкусное. Ну все, друзья. К лету пивко готово. Чего и вам желаю. Вот такие вот брухи остались здесь. Не стал я сливать все. Я не такой жадный. Теперь это под гидрозатвор. И оставляем на брожение. Пару недель оно, наверное, побродит. Ну или недели-полторы. На этом все, друзья. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»